Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа События недели. В России проходят выборы различных уровней. В большинстве субъектов они проводятся в течение трех дней. В Карачаево-Черкесии избирательные участки открылись 8 сентября в 8 утра. Жители республики имеют возможность определиться с кандидатурами депутатов в Государственную Думу России, а также представителей в органы местного самоуправления нескольких районов. О первом дне трехдневного голосования расскажет Артур Мхце. Выборы в Нижнюю палату федерального парламента сегодня стартовали в Карачаево-Черкесии. Кроме того, жителям с семи районов предстоит определиться с составом органов местного самоуправления. Несмотря на то, что у граждан есть возможность реализовать свое избирательное право в течение трех дней, уже в первой на многих участках отмечена довольно высокая активность. Люди извещены, информированы. Впоследствии мы уже работали непосредственно со списком избирателей, уточняли списки избирателей, количество избирателей, подготовили помещения для удобства избирателей, определили места для наблюдателей. Сегодня с 8.00 до 20.00 работа ведется. Явка с утра высокая. За плечами многих членов участковых избирательных комиссий это далеко не первое подобное мероприятие. С каждым новым голосованием они совершенствуют свои навыки. Точно знают, как правильно организовать места для голосования и территорию для размещения наблюдателей. Сейчас к депутату очень много требований. И депутаты, конечно же, должны быть активны. Они должны в большей степени находиться в регионе, слушать, заботиться о людях, выполнять поручения людей. То есть самое главное, они не должны быть инертными, они не должны просто отсиживаться. Даже если человек выступает, может быть, не так часто, но будучи депутатом в Государственной Думе, но самое главное, а что он делает, в каких участвует проектах, насколько он помогает людям. Жители Карачаево-Черкесии уже в первый день выборов демонстрируют довольно высокую явку, что говорит о небезразличном отношении к своему будущему. Голосование завершится 10 сентября в 8 часов вечера. У населения республики еще есть время, чтобы сделать выбор в пользу того из пяти кандидатов, который им видится оптимальным представителем регионов Государственной Думы Российской Федерации. Артур Мухцеллий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Общественной палате республики открылся Центр общественного наблюдения с доходом голосования. Именно сюда будет стекаться вся информация по ходу проведения выборов. Подробности смотрите далее. Общественной палатой Карачаева-Черкесии была проделана большая подготовительная работа к выборному процессу. Обучили более 500 общественных наблюдателей. Все они зарегистрированы на федеральном уровне. Наблюдатели уже получили направление и готовы приступить к работе. На Общественную палату законодательством возложен общественный контроль за выборами разного уровня, главной составляющей которой является легитимность выборного процесса. И сегодня мы с вами открываем Центр общественного наблюдения в Карачаево-Черкесской республике. Центр общественного наблюдения является также ситуационным центром, где будет стекаться вся информация по ходу проведения выборов. Председатель избиркома республики Лариса Базалиева рассказала о проделанной работе по подготовке к выборам в единый день голосования и отметила, что цифры, явка избирателей и итоги голосования не являются единственным конечным итогом выборов. Один из главных итогов, по которому мы определяем, как проведена кампания, это степень удовлетворенности граждан и общества. То есть, есть ли замечания, есть ли судебные иски, есть ли жалобы. Это один из главных критериев. И поэтому общественные наблюдатели это та нейтральная сила, которая становится зачастую главным арбитром в возникающих спорах. Выступившие отметили, что нынешний выбор очень важный для нашей республики момент, что очень многое делается для того, чтобы выборы прошли комфортно, чтобы мнение каждого жителя было учтено. Присутствие на избирательных участках представителей гражданского общества повышает доверие к выборному процессу. На базе Центра общественного наблюдения все три дня будут находиться подготовленные люди. В техническом и организационном плане Центр готов осуществлять мониторинг ситуации участковых избирательных комиссий всей республики. Также организована работа горячей линии. Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно. Мурат Чанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия. В День знаний глава республики Рашид Тимрезов вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым принял участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года в Ставропольском президентском училище. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Ставропольское президентское кадетское училище играет особую роль в деле защиты Родины. Здесь обучаются немало ребят из Карачаева, Черкесии, в том числе и дети военнослужащих нашей республики, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО. Глава Карачаева Черкесии обратился к учащимся и отметил, что решение служить Родине – достойный выбор. Сегодня для всех первокурсников началась собственная история военного служения Отечественной. Учиться здесь и быть частью большого кадетского братства России – большая честь и ответственность. Здесь вы получите блестящее образование, крепкие знания в самых различных областях. Для этого созданы прекрасные условия. Дорогие ребята, всегда помните, что быть кадетом – это ответственность, а быть кадетом президентского кадетского училища еще и очень почетно. Пусть закаляется ваша воля и настоящий мужской характер. Пусть крепнет дружба, и пусть каждый из вас станет достойным сыном своего отечества. За последние 10 лет президентское кадетское училище не раз признавали одним из лучших в стране по уровню образования. Его выпускники уже получали значимые государственные награды. Из нашего кадетского училища уже вышли герои, уже вышли награжденные высокими государственными наградами. К сожалению, два парня у нас погибли. И сегодня вот здесь вот, как раз куются, это, знаете, даже не завтра, а послезавтра нашей страны и послезавтра нашей армии. Нашим преподавателям огромное спасибо за их терпение и за их знания, за то, что они передают нашим детям знания. Конечно же, пожелать им достойных учеников. А нам, родителям, терпения и долгого-долгого людского счастья, чтобы наши дети как можно дальше были с нами. Соответственной речью к гостям обратился один из пятиклассников. От имени Сверстников он рассказал, что мальчишки гордятся тем, что поступили именно сюда. А родителей попросил оградить курсантов от чрезмерной опеки, потому что они – будущие офицеры. Мы очень гордимся, что поступили именно сюда. В свою очередь, обещаю никогда, ни при каких обстоятельствах не подвезти вас. А сейчас я хочу обратиться к нашим родителям. Дорогие и любимые наши мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди. Вместе с вами мы принимали решение поступить в училище. И когда мы здесь, очень просим вас оградить нас от чрезмерной опеки. В рамках мероприятия состоялась символическая церемония передачи саженца яблони учащимися 11 класса учащимся 5-м. А также состоялся проход личного состава училища торжественным маршем. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия, Ставрополь. Сейчас реклама, после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 18 по 20 октября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК при поддержке Министерства внутренней политики Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, создание и распространение телевизионных фильмов и программ патриотической историко-культурной тематики. Работы принимаются до 15 сентября. Подробная информация на сайте gtrk.ru. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт экология-делокаждого.рф. Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до первого оттекста. На этой неделе мы сообщали, что в Усть-Жигутинском районе Республики были зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции, в том числе у несовершеннолетних. Проведенные представителями регионального управления Роспотребнадзора лабораторные исследования материалов от больных и проб воды на различные виды бактериальных инфекций, в том числе холеры, дали отрицательные результаты. Вода соответствует санитарным правилам и нормам. И вот как данную ситуацию комментирует Министерство здравоохранения Республики. За прошедшие сутки в динамике отмечается стабилизация, даже некоторое снижение обращаемости как на амбулаторном этапе, так и число госпитализации. В настоящее время на стационарном лечении находится 30 пациентов в инфекционном отделении Усть-Жигутинской больницы, состояние которых оценивается как стабильное и не вызывающее никаких опасений. Также снижается число детей, которые находятся на амбулаторном наблюдении. Дело в том, что кишечная инфекция – это такая инфекция, которая появляется сезонно в конце августа, чаще всего в начале сентября. Это обусловлено тем, что многие приезжают из отдыха с морских побережья и привоз сезонных овощей и фруктов извне на территорию республики. В этой связи, безусловно, профилактикой данного заболевания является соблюдение личной гигиены, мытье рук, тщательное мытье овощей и фруктов, употребляемых – это в обязательном, а также питье бутилированной и кипяченой воды. Поскольку эта инфекция появляется ежегодно, мы готовимся к этому и осуществуем запас лекарственных препаратов, инфузионных средств, а также изделий медицинского назначения. Но осень характеризуется не только кишечными инфекциями, но и подъемом заболеваемости острыми вирусными инфекциями. В этой связи ежегодно министерство здравоохранения осуществляется заявка на поставку вакцин против гриппа. Данная вакцина уже поступила как для взрослых, так и детей, поэтому уже начинается. Если профилактика кишечных инфекций является соблюдение личной гигиены, то острые вирусные инфекции – это уже профилактика. И основная – это вакцина профилактика. Безусловно, населению, гражданам нашей республики не надо забывать про это и активно в период вакцинации заняться вакцинацией и взрослых, и детей. Стихийная свалка в прибрежной зоне реки Кубань не в первый раз заставляет жителей общественности Карачаева-Черкесии с беспокойством следить за экологической обстановкой. Проводившие проверку представители природоохранной прокуратуры выявили нарушения на территории псыжского поселения и обязали сельскую администрацию их устранить. Тему продолжит наш корреспондент Артур Мхце. Если бы эта свалка находилась в Австрии, виновных оштрафовали в переводе на российскую валюту на 7 тысяч рублей. В Австралии – почти на 500 тысяч, а в Ирландии автору подобного творения и вовсе грозил бы год тюремного заключения. В России отношение к тем, кто выбрасывает, где попало мусор, куда более щадящее. Человек отделается штрафом в 2 тысячи рублей. И лишь организации пришлось бы существенно опустошить свой бюджет. Но это если заявят неравнодушные граждане и найдут надзорные ведомства. О псыжском коллапсе общественники и прокуратура вспоминают не в первый раз. Ранее отсюда уже были тревожные звонки. И тогда общими усилиями удалось ликвидировать стихийную свалку. Однако неоскудела рука выбрасывающего и теперь избавиться от зловонного клада будет в разы сложнее. С черкесской ее видно, вот эту свалку. Мы сейчас с вами обидим, вы ее тоже увидите с той стороны. Она прекрасно видна и видно, как она растет. И, естественно, эти сигналы начали поступать к нам в Народный фонд. Мы обратились сначала в администрацию района, понимая, что администрация только псыжского поселения не потянет такой большой вопрос финансовый. Ну, в ответ на это мы получили ответ администрации псыжского поселения, говорит, что они не имеют возможности ликвидировать эту свалку, что ее невозможно ликвидировать. Естественно, этот ответ нас не мог удовлетворить, и мы обратились в прокуратуру за защитой прав граждан. Критичности данной ситуации добавляет то, что свалка находится в непосредственной близости от реки Кубань, которую можно назвать водной артерией Юга России. Если оставить все как есть, экологической катастрофы не миновать. Администрация вынуждена будет в итоге нанять организацию, которая вот это ликвидировать будет. Если в прошлый раз это был САХ, возможно, это будет САХ. Если это будет еще какие-то дополнительные, там техника нужна будет, значит, они будут искать этих людей. Потому что они должны будут в прокуратуру написать конкретно, какие меры, кроме написанных писем, что еще они предприняли. Однако собственных ресурсов, чтобы ликвидировать рукотворный памятник из бытовых отходов и строительного мусора у сельской администрации псыжа нет, о чем ее представитель уведомил общественников и прокуратуру. Можно было бы обязать тех, кто виновен в создании стихийной свалки. Но их надо найти. А это возможно лишь при участии самих жителей населенного пункта, которые наверняка были очевидцами сброса отходов. А кто-то не исключено. И содействовал в наполнении дурно пахнущих залежей. Но люди, видимо, руководствуются принципами, своих не сдают. Экономя на вызове сотрудников спецавтохозяйства, они продолжают захламлять прибрежную территорию. И надеются, что администрация и надзорные ведомства сами все уберут. К слову, очистить прибрежную зону сейчас очень сложно. Не каждый вид спецтехники способен добраться до этой свалки. Но и оставлять, как есть, разумеется, тоже нельзя. Природа не простит халатного к себе отношения. Артур Мхце, Вести, Карачао, Черкесия. «Один из дворов Черкеска наконец-то обзавёлся собственно детской площадкой. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции с просьбой установить обещанное привели к тому, что у юных горожан и людей старшего возраста спустя три года появилось место для отдыха». Подробности в сюжете Артур Мхце. «Спасибо за активность жителям этого дома, потому что нам надо занимать активную жизненную позицию». Ещё в начале текущего года эта территория в центре Черкеска напоминала скорее полигон для тренировок на выживание, чем детскую игровую площадку. А ведь пару лет назад казалось, что двор по Советской 73 быстро приведут в порядок. В 2021 жильцы дома попросили депутатов республиканского парламента помочь им в благоустройстве. Тем более, что рядом на тот момент не было никакой альтернативы. В итоге народные избранники выделили 2 миллиона рублей на установку новой детской площадки. Мэрия региональной столицы нашла подрядчика, который сразу взялся за дело. «Были оперативно выполнены работы по сносу старой площадки. Но после этого, в свете известных событий, там подорожание материала и так далее, пандемия, оказалось, что эту старую площадку снесли, а новую не успели построить, потому что подрядчик не смог выполнить обязательства, которые были на него возложены». В прошлом году съёмочная группа «Вестей» по просьбе жителей отправилась во двор, чтобы понаблюдать за ходом работ, точнее, за их отсутствием. Хотя и тогда около демонтированной старой площадки подрядчик в присутствии депутатов от «Единой России» и представителей Регионального народного фронта пообещал в двухмесячный срок выполнить проектные задумки. Не выполнил. И попал в реестр недобросовестных организаций. На этом до решения суда можно было бы и остановиться. Однако жители и дальше проявили активность и неравнодушие. Общественники и депутаты вновь напомнили о важности реализации благоустройства, не дожидаясь, когда детки вырастут. Власти Черкесской изыскали возможность как можно скорее подарить горожанам праздник. «Мэрией муниципального образования города Черкеска было выделено дополнительное финансирование из местного бюджета, в связи с чем уже были реализованы работы по благоустройству данной площадки. На сегодняшний день работы все завершены. Сделано много дополнительных работ. Это вот площадка под баскетбол, установка фонарей, освещение. Как мы видим, приняты нестандартные цветовые решения данной площадки». Третий для данной площадки подрядчик за два месяца завершил всё, что требовалось. И теперь у жителей под окнами появилось место, где хочется проводить свободное время. «Мы очень рады, что построили наконец-то площадку. Мы все этого долго ждали очень. И построили баскетбольное кольцо. Нам сделали беседку, карусель». Ну а день открытия площадки в центре Черкеска оказался для юных горожан действительно праздничным, со сказочными персонажами, викторинами и пенной вечеринкой. Артур Макцей, Вести, Карачао, Черкесия. «Знаменитый альпинист Николай Дмитриевич Черный, обладатель титула «Снежный барс», руководитель российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный восьмитысячник планеты вершину «Уход за среднюю». А еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на Ка-2 по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту на второй по высоте вершину мира. А свой путь в альпинизме Николай Черный начал в Домбае. На вершине горы Мусаачи-Тара на высоте более 3000 метров с легендарным альпинистом встретилась съемочная группа «Вестей». Репортаж Алла Динаевой. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Самый первый раз в Домбае вы когда были? Ух, давно. В 1957 году. Я тогда был после первого курса студент. Туристическая путевка в Тиберда-Домбай. Ну и вот походили там в Тиберде, пришли сюда. Ну тут ничего этого не было. Девственные леса, луга. Город были все те же. Ну в общем, с молода вообще все лучше смотрится. Так что был полный восторг от этого дела. Ну и по осени я записался в секцию альпинизма в Московском энергетическом институте. Так была. Она и сейчас есть. Эта секция. И вот уже, значит, в 1958 году я поехал в альпиниаду. И с тех пор один год пропустил реально. Второй ребенок рождался. Николай Дмитриевич, расскажите, вот какими качествами, на взгляд, должен обладать человек, который занимается альпинизмом? Ну, понимаете, в общем, занимаются самые разные люди. Но для того, чтобы получать самому удовольствие и не портить впечатление другим, надо быть здоровым, крепким, уравновешенным психически, компаническим, грубо говоря. У нас коллективный альпинизм в одиночку. У нас и запрещено было ходить, и не ходим. Да это опасно. Да и глупо одному ходить, грубо говоря. Ну, с моей точки зрения. Хотя есть такие солисты, будь здоров, как ходят. Вы совершали очень много восхождений? Вот на какие вершины? Ну, понимаете, значит, я, в общем, высотник. 30 с лишним восхождений на семитысячники и семь восхождений на восьмитысячники. Дважды на вересте был. Ну, это все в Непале я ходил. Вот. А потом я еще провел кучу экспедиций уже, будучи, так сказать, в возрасте. И не в той форме, чтобы лечь самому. Значит, очень хорошая экспедиция. Ну, главное для экспедиции – деньги найти. Ну, это у нас Витя Козлов был, специалист по добыче спонсоров. А я тренером выступал. Значит, мой средний ход за последний восьмитысячник. Северную стену Эвереста первый ход. Западную стену К-2 в Пакистане. Очень хорошая. Классные восхождения. Самое запоминающееся. Есть такое или? Вы знаете, значит, в 91-м году осенью была экспедиция четыре человека. Начальник, который сказал, никуда не пойду. Барышня из Америки и мой Сережа Арсентьев. Поднялись на пурну с севера. Это восьмитысячник. Потом Сережа на этой американке женился. Потому что восхождение было. Ну, шли мы вдвоем. Она заболела. Он ей там уколы делал. И очень она им понравилась. Но, к сожалению, потом оба погибли на Эвересте. Ну, сумасшедшие люди. Она решила стать первой американкой, которая поднимется на Эверест без кислорода. И поднялась. Но спуститься не смогла. А он ее искал и тоже был. Такая вот любовь. Альпинизм для вас что? Вот лично для вас. Образ жизни. Порочный круг знаком. Все друзья в этом деле. А дома как относились и относятся к тому, что вы такие опасные? Ну, с женой я познакомился в горах. Она тоже занималась. Ну, она до второго разряда доросла. Дальше дети пошли. Ну, она на лыжах каталась. Но она понимала, относилась с пониманием. Ну, я первые 17 лет трудовой деятельности работал конструктором. И это было хобби. А потом я уже работал профессионально в альпинизме. Это была работа. Я был 9 лет замначальником международных альплагерей. Потом тренером сборной 5 лет. Это уже работа была. То есть горы – это хобби переросло в профессию. Николай Дмитриевич, в Домбае вы, наверное, неоднократно совершали восхождение? Ну, я вырос в Олибеке, грубо говоря, до первого разряда. Так что все вот эти горы – вон, Малый Домбай, Главный Домбай, Южный, Птыш, Южный Птыш. Я на них везде был. И два сезона еще работал инструктором в Олибеке. Так что все это мне знакомо. Какая вершина? Ну, это было давно. А потом перешел вот на высокие горы. Ну, и Домбай как-то ушел в сторону. Последний раз в Домбай когда были? Два года назад, значит, пришел в тихий ужас от всего. От плотности застройки, скажем так. Сейчас как-то еще народу меньше. Того было гораздо больше. Пройти невозможно по улице. А вот сегодня вы с утра поднялись, впечатления, воспоминания? Ну, все вместе. И воспоминания. Ну, впечатления какие. Я это еще видел 10 раз или 100. Но горы стоят все те же. Льда стало меньше, снега. А так мало что меняется в природе. Для природы 50-100 лет – это не срок. Есть любимое место вот здесь, в Карачево-Черкесии? Ну, я не знаю, значит. Вот Беллакая, так сказать, символ. Ну, вот, к сожалению, я на ней не был. Вот о чем. Почему, не знаю. Там, в общем-то, и маршрут не сложный. Ну, так вот, карта легла. Николай Дмитриевич, самый дорогой для вас регалий какой? У вас очень много регалий. Вы обладатель титула «Снежный барс». Ну, это, понимаете, это такой придуманный титул. Ну, да, все высшие 7-тысячники бывшего СССР. Значит, в каком же это у нас? В 83-м году я это закрыл. Вот. Пиком победы. Ну, это такой титул почетный. Ну, понимаете как? Вот пик коммунизма. Я на нем был 8 раз. Я работал спасателем, гидом, тренером и поднимался по работе, грубо говоря. Сначала как спортсмен, а потом уже совмещал все это дело. У меня дома висит фотография. Я говорю, это гора Кормилиса, я там деньги зарабатываю. Николай Дмитриевич, а из детей кто-то, как вы... Ну, слава богу, нет. Дочка выполнила значок «Альпинист СССР». Вот. И на этом кончила. Наш сын прекрасно катался на лыжах. Значит, был инструктором по горным лыжам. А сейчас того хуже, на параплане. Ну, на лебедке стоит под Москвой. Ну, и сам летает. Мечта какая в дальнейшем? Да уже, понимаете, 85 лет в этом году будет. Уже мечта. Ну, есть мечта. Я по миру много где поездил. Хочется в южные Чили. Где ледники прямо в океан. Начинающим альпинистам, вот, что бы вы хотели пожелать, порекомендовать? Это любое дело, как говорится. Руби сук по себе. Не надо сразу лезть на Эверест. Плохо кончится. Николай Дмитриевич, желаем здоровья, долгих лет и почаще приезжайте к нам в Карачево-Черкесию. Попробуем. Спасибо вам большое. Очередная победа футбольного клуба «Нарт» над командой «Владикавказ» состоялась в Черкесске. С первых минут матча чувствовалось напряжение и обоюдное преимущество встречи. Каким стал счет и какие игры еще впереди, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. С первых секунд матча чувствовалась борьба. Атаковали и наши, и соперники. Были голевые моменты у обеих сторон. Команда из «Владикавказа» находится на пятом месте в турнирной таблице. Футболисты неплохо себя проявили, и весь первый тайм прошел в напряжении для команд. По нулям. Игроки и судейства уходят на перерыв, чтобы с новыми свежими силами вернуться во второй тайм. Болельщики не унывают, а ждут красивых голов. Я болею за «Нарт». Почему? Потому что она моя любимая команда. Скажи, пожалуйста, а ты не огорчился, что не было никаких голов? Нет, на наш втором тайме выиграют. Вы за кого болеете? За «Нарт», за наших. Ну, а вот то, что не было голов, это вас не было? Во втором тайме забьют. Чуть не додавили, а так все отлично. Отличный профессиональный футбол. Как вы думаете, будут голы во втором тайме? И не один. За кого вы болеете сегодня? За свою команду, конечно, за «Нарт». Ну, как вам первый тайм? Отлично, было три голевых момента, один, правда, отменили. А скажите, вас не огорчило, что не получилось забить? Нет, еще будет второй тайм. Ждем, так. Какой будет? У нас будет победа. Напряженно все. Ассистены прям сильные. Ну, как вы считаете, во втором тайме будут голы? Я думаю, мы забьем. Каким будет счет? Ну, 1-0. Там минимально будет. Они прям сильные оба. Вы на все матчи ходите? Это уже четвертый матч. Что пожелаете команде? Успехов дальнейших. Чтобы мы вышли в высшую лигу. Смотрели первый тайм? Как он вам? Страшно, конечно. Ну, я думаю, мы справимся. Мы во втором тайме, думаю, победим. Мы всеми силами поддерживаем, как можем. Наш нарт любимый. А вы на каждый матч ходите? Да. Мы на каждый ходим. Всегда переживаем, но всегда выигрываем. Второй тайм начался и не заставил долго ждать зрителей. Любимый нарт на 53-й минуте при слаженной работе команды. Гол в сетке. Забивает Шахамир Исаев. Ну, а под занавес матча гол забивает Дмитрий Михайлов. Болельщики ликуют и скандируют «Ура, нарт!». На такой красивой ноте завершился первый этап чемпионата в третьем дивизионе зоны ЮФО и СКФО. А 16 и 23 сентября состоятся финальные матчи Кубка КФК «Юг-2023». Наши ребята на выезде встретятся с командой «Мартан» из Чеченской республики. Все болеем за нарт. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. В Карачаево-Черкесию доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о победе. 12 сентября в Никольском соборе с 9 утра и до 21 часа. А 13 сентября с 8 утра и до 19 часов верующие смогут приложиться к мощам. 13 сентября в 19 часов проводы ковчега с мощами Георгия Победоносца. Окунитесь в невероятный мир тайн и загадок. Целый калейдоскоп артистов и животных с 16 сентября по 15 октября в Кисловодском цирке. Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки Гоголя 80. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938-333-90-00. Внимание! Розыск. Отделом уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Зеленчукский» разыскивается без вести пропавшая Байчорова Зухра Хаджимуратовна. Год рождения 1 октября 1970-го. Адрес регистрации – Зеленчукский район, село Хасаут-Греческая, улица Надежды Коцеровой, 54. 14 ноября 2021 года примерно в 7.30 выехала из Ставрополя в Черкесск, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы Байчоровой Зухры Хаджимуратовны. На вид 55-60 лет, кавказской внешности, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие и темные, лицо прямоугольное. Была одета темная куртка, темные брюки, черные ботинки. При себе имела сумку темного цвета и черный пакет с вещами. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Байчоровой Зухры Хаджимуратовны, сообщить в дежурную часть МВД Зеленчукский. Код 8 878 78 5 39 34 102 или 112. Также мобильный 8 928 028 32 46. КОНЕЦКИ